здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика начинаем новую рубрику повторяем брендовые вещи начинаем из свитера который был у меня вопросы вот смотрите я написала посчитала по комментариям про за что вы голосовали вот так получилось да я не считаю это большим разрывом всего в 4 голоса победил первый свитерок тут который посложнее я я его буду вязать этот который единик но двойка смотрите 20 делать 9 голосов единичка 33 голоса всего 4 разрыв 4 голоса поэтому девчонки у меня сразу же говорю в начале видео большая просьба я свяжу и 2 но только в том случае если это видео будет наберет достаточное количество просмотров вот такую вот помощь от вас прошу потому что сами понимаете мне нет смысла делать такое объемное видео она достаточно трудоемко и ради 5 тысяч просмотров да это мое время это мои силы если я пойму что эти видео нужны и они вам интересны ну а это я пойму по комментариям просмотрами лайков то я свяжу и 2 тем более что я уже бисер купил нитки я уже как-нибудь докуплю на бисер я заказала оптовый вариант девчонки так что весь процесс будет раз будет разделен на два видео чтобы вам было проще и мне проще так далее что хочу сказать далее по размерам девчонки я вижу размер с и буду озвучивать еще или писать вот так как у меня на схемке видите три варианта пить три варианта то есть sml выберите для себя свой размер то есть объяснение будет идти параллельно для трех размеров но вижу я еще повторюсь с размерчик далее что касается пряжи я купила вот эту ализе ангора gold она у нас 100 граммов 550 метров тонкая в два сложения для размера с мне понадобилось 450 граммов для м это будет 500 граммов и для l 550 граммов я пишу и на русском и на английском будет так так значит поняли да ну в любом случае тут 450 вы не купите надо покупать 5 мотков да для sm это 5 мотков для l это 6 мотков с пряжей понятно вяжем в два сложения спицы два варианта для резинки 2 миллиметра вот такие круговые у меня и для основного вязания два с половиной миллиметра бусины бусины девчонки я не знаю сколько уйдет штук еще в процессе пока я ничего вам сказать не могу будет в конце видео я и потом посчитаю на всем свитере но хочу сказать заказала в оптовом магазине я считаю если вы поищите интернет-магазин вот таких по 100 грамм такие пакеты не маленькие как продают в магазинах а именно большие и мне вот судя по чехии да мне вышло намного дешевле чем покупать в обычном магазине идти покупать маленькие эти пакетики поэтому я купила вот таким вот образом диаметром 8 миллиметров вот 100 граммов и диаметр 5 миллиметров тоже 100 граммов поскольку там штукисти соответственно я их не считала ну вот исходя из из веса у меня по 100 граммов обеих бусин еще и здесь диаметр 10 миллиметров так что на второй свитер у меня уже есть бусины вот далее так разобрались бусины я пока откладывая сегодня в сегодняшнем видео мы вяжем спинку и полочку они у нас пока идут без бусин показывать я буду вот она моя основная деталь спинка связана и я показывать буду на толще нитках то лучше спицах чтобы вам было понятнее я пройдусь просто по набору петель потому что я набирала видите вот этот край для резинки красивой для резинки я набрала 110 петель для моего размера соответственно 120 130 см л поняли да везде будут вот такие вот размеры ширина видите в сантиметрах здесь у меня в петлях ширина не пугайтесь в рабочем состоянии в рабочем состоянии вот мы не мой период я все спинку я связала и разутюжила вот в прямом смысле слова с паром утюгом разутюжила чтобы она меня приняла человеческий так далее переходим к набору петель набор петель у нас ирландский по моему он называется набирала вот таким вот образом захватывала петлю перекрутила теперь захватила вот эту через нее протянула первую теперь первую захвату проделав под первую захватила вторую такие вот качельки подробнее этот способ есть у меня в видео так таким образом набрала 110 петель для своего размера и далее первую петлю если здесь можно сделать узел чтобы закрепить немного и вот видите здесь вот прекрасно хорошо видно вот эта петля как лежат петельки вот это у меня лицевая эти она прямо видно так она такая раскрытая лицевая это изнаночная вот этот способ хорош только для резинки один на один чтобы был такой красивый край так далее я вяжу 5 сантиметров резинка один на один вот она моя резинка для всех размеров последняя петля изнаночная кромочная последняя изнаночная так далее мы переходим на основную вязку которая у нас изнаночная гладь по сути я положила так но использовать я буду изнаночную гладь то есть один ряд лицевыми петлями один ряд изнаночными соответственно смотрим 5 сантиметров в резинки а набирала я на спицы номер два на для резинки мы резинку мы вяжем тонкими спицами далее в лицевой глади переходим на спицы два с половиной миллиметра и вяжем лицевод один ряд лицевыми петлями и второй ряд изнаночными петлями для размера с мы вяжем 40 сантиметров для размера м 43 сантиметра и для размера м 46 сантиметров в рядах это 100 110 и 120 рядов соответственно для всех размеров далее после того как мы провязали вот эту часть это у нас часть до реглана вот эти 40 сантиметров в моем случае всего получается размер с 45 сантиметров размер м 48 сантиметров и размер m 51 сантиметр до проймы длина далее вяжем реглан реглан обычный но единственное что хочу сказать закрывала я вот так вот в начале ряда сразу провязываю в начале каждого ряда провязывала по две петли для чего для того чтобы у меня вот здесь вот край был когда я сошью не было никакие здесь как бы сокращение чтобы было все гладенько и ровненько то есть никаких украшающих моментов у меня нет поэтому я закрываю так в начале ряда чтобы не не нарушать структуру вязания и в изнаночном ряду точно также в начале ряда я провязываю 2 петли вместе и вяжу до конца ряда таким образом выполняем реглан сейчас я провязываю до конца ряда дальше я уже показывать не буду это будет это я просто показала вам сам узор я думаю показывать его больше и минут для наглядности просто показал далее я образец уже вязать не буду я буду объяснять и объяснять на основном вязание далее я закрывала вот так вот с каждой стороны по одной петле для размера с 40 раз то есть 40 раз а здесь и 40 раз здесь знаем да реглан 40 закрытий и в итоге у меня осталось 30 петель для размера м 45 и осталось 30 петель и раз для размера м 50 и осталось 35 вот такая вот спинка у меня получилось всего она вот высота реглана в сантиметрах 30 33 36 сантиметров вот этот сектор от проймы и до горловины у нас сантиметра далее я вяжу полочку вернее я вяжу вперед точно идентично как спинку вот до самой горловины так мои хорошие вот смотрите теперь вперед объясняю вам вылез для горловины вперед провязала я точно так же как на спинке но вот до этой точки это . для всех размера с 30 раз я вот здесь вот убрала то есть провязала этот реглан не 40 как в спинке а 30 то есть здесь у меня на спицах 150 петель 30 для размера с 35 для размера м и 40 для размера то есть 40 сокращений это значит 80 рядов да я думаю все поняли теперь здесь на спицах у нас для каждого размера сейчас в этой точке остается 50 петель я вот так вот пишу для всех размеров и мне нужно закрыть сейчас мне нам вам нам всем нужно закрыть средние 20 продолжаем делать в наш реглан провязываю 15 петель закрываю средние 20 вот смотрите закрыла я 20 петель здесь я пишу 20 петель для всех размеров запоминаем 20 петель вот они я закрыла и теперь я буду вязать вот этот вот скос здесь у меня еще вот на этом секторе пять раз по одной петле я закрою то есть здесь и здесь пять раз по одной петле а здесь я буду закрывать таким вот образом 4 3 2 1 1 4 3 2 1 сначала эту половинку я довязываю при этом здесь закрывая по одной петли здесь точно так же как здесь 4 3 2 1 здесь 4 3 2 1 здесь по одной петли 5 раз все довязываю вперед и так мои хорошие вот смотрите я уже закрыла довязала вот эти два ушка два хвостика до конца и должно и у вас точно так же получится сойти все петли на нет так что хоть что касается разутюживания не бойтесь в этом случае в этом свитере не прокатит у нас намочить и разложить именно нужно разутюживать я говорю об этой пряжи которую умею которая у меня для того чтобы он хорошо сидел этот цифр то есть я хорошо прям с паром взяла и разутюжила обе детали вот такие вот у меня детали спинка вперед то есть полностью одинаковые за исключением вот этой вот видите вот он в реале так я думаю все понятно я думаю все понятно вам все понятно ничего сложного второе следующее видео у нас будет рукав сборка и так далее то есть уже будет повеселее с бусинами вот такая вот уже у меня есть заготовка но вы увидите это следующем видео так девчонки еще раз прошу поддержать это видео лайком комментариям чем угодно поделиться поставить лайк прокомментировать что угодно даже если вы просто смайлик поставите в комментариях просто для того чтобы я видела вашу обратную реакцию чтобы я понимала делать мне следующие такие видео или не делать то есть вторую часть я доделаю этот свитер и по вашей реакции я уже пойму стоили стоит ли мне продолжать или закрыть эту тему а на этом этапе девчонки я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия жду вашу реакцию мне очень интересно но пока все через пару дней будет следующее видео продолжение так что я долго затягивать не буду не волнуйтесь три-четыре дня и продолжение будет уже на канале все всем пока на сегодня